Слава Украине! Приветствую от Полонского! Продолжает развиваться ситуация с блокадой наших машин в Польше и кажется уже достала и европейских партнеров, так же как и нас. Заметьте, что наше правительство молчит. Ну правильно, нам сейчас ссориться с поляками самое то, самое время. Поэтому, конечно, наши пытаются какими-то такими, знаете, закулисными переговорами решить проблему, но, по всей видимости, там вот эти товарищи польские, которые блокируют, они уперлись. А нынешнее правительство, которое, увидите, уйдет в отставку очень скоро, оно ничего не хочет делать. Вот и все. У него свои интересы, ему на Украину начихать, по большому счету. Ну так это выглядит, по крайней мере. Правительство Мазовецкого имею ввиду. Так вот, евродепутаты сегодня призвали Дуду и представительство ЕС к принятию моментальных, быстрых шагов из-за блокады украинской границы. Значит, текст обращения к Дуде. Теперь смотрите, кто обращался. Главы Еврокомиссии, главы Европейского Совета, главы Европарламента и два еврокомиссара одновременно. Сегодня один из депутатов, литовский депутат Кубелюс, это все дело опубликовал. Требование одно, открыть границу и, собственно говоря, дать Украине получать помощь от Европы вовремя. А не так, как это сейчас, когда машины черт не сколько стоят там в очередях. Это подрывает обороноспособность нашей страны в самый тяжелый момент. Но, видимо, Путин специально нашел вот этих вот шавок в Польше, которые этим занимаются. Конечно, это не характеризует весь польский народ. Но вот эти же люди есть, они же кого-то представляют, эти негодяи, которые блокируют границу в такое время. Еще раз скажу, торговая война это нормальная вещь, это нормальная ситуация, когда трудящиеся, либо какие-то профсоюзы, либо какие-то компании отставывают свои бизнес-права. Вопросов нет. Но, в его время же войны, когда тут кого-то убивают, а ему еще в спину ножаку засунули. Говорят, а мы, говорит, отстаиваем свои 30 серебряников. Нормально, хорошо тогда. Вот, кроме этого, вот эти вот депутаты подняли еще один очень интересный вопрос. И он будет обязательно поднят, увидите. Кто-то будет потом очень хорошо плеваться из-за этого и хоркать кровью. Потому что уже поднят вопрос о компенсации в Украине убытков негодяями, которые сейчас блокируют границу. Это уже очень важно. Потому что убытки на миллионы долларов, если не сказать на десятки миллионов долларов. Почему? Потому что подорвана внешняя торговля Украины. И также потеряли, понесли ущерб многочисленные польские фирмы, которые связаны с нашими фирмами. Не только же наши понесли ущерб. Вот этот ущерб сейчас будет подсчитан. И потом будет выкачана сумма исков к вот этой публике, которая сейчас блокирует границу. Это один момент. Более того, значит, в Бельгии призвали, там крупные есть профсоюзы автоперевозчиков и грузополучателей. Так вот, эти профсоюзы призвали к бойкоту тех польских перевозчиков, которые занимаются незаконным вот этим вот бойкотом. Точнее, перекрытием. Бойкотируйте, пожалуйста. Но не перекрывайте границу. Перекрытием границы. Соответственно, вот эти вот компании, которые занимаются вот этим вот делом, они не будут получать в Европе заказов. То есть, ну, не хотели через мозг, но через задницу дойдет. То есть, опять, эта публика забыла, как они зашли в Евросоюз в свое время. Они забыли. Как они демпинговали и забирали работу у французских, у итальянских, у немецких, у нидерландских перевозчиков, у испанских, у которых цены были европейские. А поляки зашли туда с демпингом. А рабочая сила, вы не забыли, как вы за копейки там работали? В Германии тоже я как раз там находился. Я помню очень хорошо. Поляки, известная там была рабочая сила. На шару. Это же тоже демпинг. И кто-то был против. Да, возможно, кто-то был против Польши. Но не устраивали такого скотства с перекрытием границ. Я, в всяком случае, такого не помню. Напомните мне, если было подобное. Такого никто не устраивал. Тем паче, во время войны Польша ни с кем, слава богу, не воевала. Вот так вот, ребятки. Так что, судя по всему, у европейских партнеров тоже лопнуло терпение. И еще один момент. Дональд Туск, я уже вчера рассказывал. Это, по всей видимости, с большой долей вероятности. Следующий польский премьер-министр заявил, что это безобразие он сразу же прекратит. Я имею ввиду блокаду границы. Но с перевозчиками уже будут разбираться. Хотя, по мне, то надо нанимать адвокатов. И заставить вот эту публику, которая, и это будет сделано, я уверен, которая блокирует границу, заплатить за все. Грузовиков у них много, пускай продают, пускай компенсируют убытки.